Привет, меня зовут Катя Попова, я художник, дизайнер, и сегодня я расскажу о французских драматургах. Так получилось, что организаторы франко-бельгийской ярмарки попросили меня написать портреты четырех французских драматургов. Конечно, я подумала, что они должны быть узнаваемыми, легендарными, но и сразу в голову пришли имена Мольер, Бомарше, Срано де Берджерак и Рассин. Я еще думала, взять ли Карнель или Рассин, но подумала, что так как у меня тройка революционеров-драматургов, Рассин все-таки должен вписываться, а Карнель немножко не вписывался в общую тематику. Итак, я написала сначала эскизы, четыре эскиза, а потом уже сделала эти работы в большом формате, они были огромными на ярмарке, был такой очень интересный эксперимент, потому что в течение ярмарки я онлайн рисовала. Ну, что я могу сказать про этих прекрасных совершенно людей? Трое из них, Мольер, Срано де Берджерак и Рассин, жили в XVII веке и связаны с правлением Людовика XIV. Бомарше родился в XVIII в эпоху просвещения, и это же правление Людовика XV, но все они каким-то невидимыми нитями связаны между собой. Многие из них встречались, как, например, Мольеры и Рассин, и Мольеры и Берджерак, у них там свои были истории очень интересные. Какими-то невидимыми нитями они были связаны между собой, как будто всю эту компанию специально кто-то вообще спустил сверху, чтобы они перевернули это все рок-барокко, привели в жизнь настоящие страсти, чувства, жизнь, и все они, конечно, были бесстрашные революционеры своего дела. Мольеры и Рассин создали новую драму «Поднять театр до небывалых высот», сюжеты и пьесы часто рассказывали о любви, простых людях и то, что творится в их душах. В сочинении Мольера публика видела комическую сторону, а в сочинении Харасина трагическую сторону. Зритель, пришедший в театр и посмотревшую пьесу любого из драматургов, мог по-другому взглянуть на свои собственные любовные переживания, на свои отношения со своим близким, с миром. И театр приобрел психологическое влияние, которого у него прежде никогда не было. Великий Бомарше словами своих героев бесстрашно взорвал буржуазное общество и возвестив приход французской революции. А Сирано Дебрежрак, вообще презрев все устои той эпохи, вознесся в космос.